сегодня мы собрались итак привет меня зовут пётр курников креатив медиа в вашем концерт представьте арсений никонов солист и лидер проекта кодумы беларусь миска рада вас приветствовать москве первый вопрос как москва москва как всегда встречает нас бурным снегом да мы приезжали на встречал бурным дождем в принципе как обычно большой большой город сегодня будет проходить презентация вашего нового альбома который называется dark сезон хочу чтобы вы рассказали нам как создавался создавался на протяжении где-то примерно двух лет вот после первого альбома пусть воском первого мы подумали что принципе стоит немножечко подумать о новых песнях да то есть что мы что в них будет звучать какой будет звук вот мы искали этот звук моего принципе нашли и работа достаточно была кропотлива кропотливой на достаточно очень долго раздумывали как и что мы будем играть писались долго там тексты на самом деле вот и продумался вообще весь визуальный подход именно альбом потому что у нас каждая каждая получается работа на концептуально вот и с точки зрения там но работа на тоже там есть определенный свой концепт вот принципе то что нам удалось воплотить жизнь а вам не кажется что дарков развело развело слишком много да вскоре так чего но белорусских дарков я думаю вообще в россии белоруссии там устраивается много тусовок она на самом деле не так уже много но мы мы себя не не слишком прямо в столбе не относим там какой-то прямо там тусовки конечно сидит и все в тарках слушай вообще то палки могут выступать или это носильщики может все выступать и саладуфа тоже может выступать и саладуфа тоже в черном кстати это это ну конечно показатель того что ты ночью всем одежду нет я там как бы не угляжу какой-то то что их до хрена развелось как бы тут такое понятие относительное может быть к соседа как бы в европе есть такой засилье но странах я не видел такого чтобы было целая стена таких дарков чтобы люди такие целые движения скажем так мы просто таки играть музыку а уже как раз будет кто судить это уже дело не наше у вас лизе было написано что в альбоме представлены целый калейдоскоп истории хотелось бы спросить вот эти истории они как-то связаны с вашей личной жизнью или как они рождались а вообще в принципе как я говорил это консультуальный альбом и на самом деле часть истории они и вымышленные и связанные с жизнью смысле какие-то переживания мысли естественно не связана жизнью например новый бы хом рассказывает про про то что необходимо никогда останавливается идти идти вперед к своей мечте но помнить что дом где-то рядом все равно есть на самом деле если первый альбом если первый альбом рассказывал историю такую предпочтительную историю о девочке которая так называть лиридически говорит девушка которая там открывать перед собой только-только увиденный мир а на втором альбом для нее это как детство уже выросла и превратил уже девушку и вот с ней вот эти связаны истории с ночью клубами какими-то вещами интригами и вот это все как то мы вот из целой стороны реальность третий альбом будет эта девочка уже будет старушек на полуге смерти ну слава у тебя это шутка нет мы еще пока не знаем что это будет «Бабушка с курагой» рабочее название «Бабушка с курагой» это можете не писать да это всего лишь предположение пока еще никто не знает что чем будет значит у вас там в альбоме много темной романтики светлой печали поэтому такой вопрос что вы взяли в творчеству группы из готики из электронной музыки и из других направлений то есть если ваше творчество разложить по музыкальным стилям еще бы оно состояло ну первых звук так как звук еще отличается от первого альбома конечно осталась меланхолия меланхолическое настроение присущие песням возможно в этой пластинке где-то менее темных нот опять же эти песни были записаны под нашим видением и как бы нашими мыслями как мы видели дальнейшую нашу музыку то есть если в первом альбоме в основном преобладали темные ноты и драйв то в этом альбоме мы не то что решили поэкспериментировать просто мы решили сделать то что как бы ну мы как бы вот присущи нашему возрасту скажем так более заматеревший звук более может какое-то более взрослое видение каких-то музыки получается наши вот мы читали опять же также отзывы о нашем альбоме многие ждали возможно повтору нашего дебюта но опять же мы говорили не раз что мы любим ставят на месте мы видели наши песни именно в таком ключе как вышла наша песня то есть мы довольны 100% мы что-то взяли от зимпопа то есть часть что-то взяли наверное каких-то может печальных мелодий но никто на самом деле так много вот может какой-то эстетики может темным мы взяли оттуда видение музыки то есть все вместе все вместе это соединили да и вот получил азарт как вы себе представляете клип который будет сниматься из песен с вашего мы уже сняли клип это на треке вот можем рассказать ну есть у нас представление нескольких видео которые мы думаем что снимем все-таки но возможно мы будем еще да снимать пока мы думаем на какую но пока все это мысль формируется на самом деле а в треке за ризом мы примерно попытались немножко показать там нашу идею что мы хотели про то про неразрывность каких-то отношений про это даже не сказать что это было либо такое мини кино в рамках трех минут да попытались что-то но в принципе нам удалось нам что-то понравилось опять же клип вышел в темно-синих и белых тонах то есть это сделано было специально чтобы передать атмосферу нашей музыке которую мы играем на следующий день а что бы вы хотели изменить современному синтепопе в культуре я думаю что она такая влиятельная группа которая возьмет и перечеркнет всю историю синтепопа возможно когда-нибудь через альбом F5 у нас что-то может быть мы что-то сделаем ну что сказать синтепоп я думал ты спросил что такое синтепоп а ты думал на второй вопрос кроме я там влогу вне темы да у нас вопрос что у нас столько музыкантов что изменить я даже не знаю мне кажется ну я например я тоже фанат в курсе синтепопа что уже изменить не знаю мне кажется сейчас такой засели группы и такой выбор музыки мелодии подходов что что уже изменить как бы не знаю если сейчас выходит новый альбом у кого-то синтепопа то честно меня уже как бы на душу цепляет я больше слышу такую старую музыку что можно изменить я даже я наверное добавлю что наверное больше ярче каких-то хороших мелодий чтобы что-то выделялось из серой массы ну что да сейчас выпускается очень много альбомов из-за них трудно что-то найти штанкуются то есть истер то есть как бы из памяти реально от таких вот крепких релизов их выходит единиц то есть если например брать 90-е года 2000-е там была больше альбомы тогда это ну возможно была знаешь такая раньше новая волна что это было что-то новое в новинку новой мелодии новые какие-то сэмплы подходы а теперь просто смешение стилей было интересно а теперь уже присытились этим смешением теперь сейчас больше начинается такое техническое ну типа кто там по технике как там сведет по-другому там и так далее а подход именно к мелодизму то есть мелодизма может меньше стал на самом деле как вариант и наверное хотелось бы больше чтобы было больше мелодий и хороших вот песен для людей всего наверно потому что частично это частая беда многих команд и мы пытаемся это изменить но мы правда не совсем сэмпоп проект опять же мы пытаемся внести нашу музыку больше опять же этих мелодий чтобы наша музыка была запоминающая чтобы ты послушал композицию у тебя моментально хватанул припев вот в этом афишка то есть мы со своей стороны сделаем максимум спасибо большое за интервью желаю вам много новых мелодий новой музыки и творческих успехов спасибо вам большое я не хочу разобрать давайте вас фотографируем на бэкстейдж настоящее бэкстейдж спасибо вам давайте выпьем до конца не даже и истории сейчас а теперь экшен давай ларса на руки возьмем да 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 вот так вот так да сиськи сказали ну-ка быстро сиськи все отлично спасибо и вам спасибо за правильное внимание все тогда мы на чек отсылаем как Алексея либо Лешки все я тогда я тогда Леша отсылаю на чек вы остаетесь сейчас я пойду у Мадов брать интервью у Панков которые рядом я у них тоже брал интервью да еще и концерт пофоткаю ну потом подтягивайся сейчас пойду у Мадов брать интервью спасибо до свидания давай странный чек не нормальный чек странная бля ну поэтому пора прикасить люди заразные книги то есть ну блядь один такой простите вот стреляюсь как сложно для нас все нормально это